Модное слово блокчейн появилось в России не так давно, хотя рост интереса в мире к этой технологии начался еще в 2011 году. Если говорить проще, то блокчейн переводится как цепочка блоков. Это огромная база данных общего пользования, которые функционируют без центрального сервера. В этой базе содержатся данные об операции обмена деньгами между пользователями. Блокчейн позволяет пересылать ценности и обеспечивает к ним доступ. По своей природе блокчейн обладает высокой степенью защиты, исключает мошеннические действия, кражу персональных данных и защищает имущественные права. Во-первых, блокчейн позволит автоматизировать многие процессы, плюс он даст прозрачность, вы всегда будете понимать, куда идут ваши деньги, что с ними происходит. Когда речь заходит о передаче денег кому-либо, мы вынуждены прибегать к услугам централизованных финансовых учреждений, таких как банки. Технологии блокчейн предлагают возможность устранения этих посредников. Она ведет учет транзакций, устанавливает личные стороны, заключает контракты. Условно говоря, как работает банковская система по отправке денег. В основном это перекладывание долга. И банк просто, у него где-то в записях есть, что банк должен вам столько-то. Но с этими записями может что-то случиться. Банк может обанкротиться. И то есть вот там гораздо большие риски, зависящие от человеческого фактора, я не знаю, каких-то природных катаклизмов. В случае с блокчейном этого невозможно сделать. Блокчейн постепенно меняет мир так же сильно, как однажды это сделал интернет. Интерес к этой технологии только возрастает с каждым днем. На сегодняшний день самая такая сфера, которая быстрее всего развивается по направлению блокчейна, это, конечно, финтех, финансовая сфера. То есть это решение для банков. Второе, если брать государственный сектор, я думаю, это, скорее всего, уже есть какие-то пакеты решений для, например, регистрации сделок с недвижимостью, выписывания штрафов. При помощи блокчейна даже можно автоматически считать налоги по смарт-контракту, они могут автоматически списываться. Блокчейн используется как хранилище информации об операциях с криптовалютами, биткоин, эфириум и другими. Сбербанк шагает в ногу со временем и сейчас активно работать с технологией блокчейн. Сбербанк на сегодняшний момент является одним из лидеров внедрения технологий пилотирования, внедрения технологий блокчейна как в России, так и в мире. Недавно коммерсант выпустил карту блокчейн-проектов России, там порядка 20 проектов Сбербанка. Все они сейчас развиваются в рамках нашего центра, Центра технологических инноваций. Недавно Сбербанк вступил в некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance, став первым российским банком в составе альянса. Цели очень простые, участвовать в разработке стандартов, развивать платформу с точки зрения корпоративных сервисов. Для того, чтобы технология зашла в корпоративный сектор, нужно, чтобы ее поддерживали, развивали, стандартизировали, гарантировали безопасность и, собственно, альянс настояли на это. Нас очень интересовал вопрос, почему именно эфириум, а не инновационная платежная система, биткоин, которую используют многие. В биткоине довольно ограничены возможности по составлению так называемых смарт-контрактов. То есть это программы на самом блокчейне, которые позволяют реализовать некоторую логику. Биткоин довольно ограженная система, особенно в связи с последними его популярностью и бурным ростом. Поэтому эфир выглядит несколько более предпочтительно с технологической точки зрения. Там более развитая система смарт-контрактов, он немножко подешевле в публичном виде и довольно просто поднять приватную сетку. Добывать биткоины или по-другому майнить с каждым днем становится все сложнее и сложнее. Есть такая штука, как квантовые компьютеры. Мы думаем, полагаем, что со временем, когда эти квантовые компьютеры достигнут зрелости, а это где-то 5-7 лет, традиционный майник биткоина, он просто, словно говоря, схлопнется. То есть квантовые компьютеры смогут его майнить в течение секунд. Что интересно, Сбербанк никогда не работал с криптовалютами, даже не планирует. Там используются лишь технологии эфириум. Мы не работаем с криптовалютами, это принципиально. То есть у нас нету законодательной практики по работе с криптовалютами, а наш Сбербанк пока очень осторожно к этому относится. Мы, поскольку работаем абсолютно в регуляторном поле, мы никоим образом эту тему не затрагиваем сейчас. Мы работаем с технологией. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз.